Сегодня в нашей стране отмечается знаменательная дата. 125 лет со дня рождения выдающегося казахстанского ученого, геолога, основателя и первого руководителя Академии наук Каныша Сатпаева. В крупнейшем техническом вузе страны, который носит имя знаменитого соотечественника, состоялась конференция, приуроченная ко Дню науки. Подробности у Григория Беденко. Григория Беденко. Об этом говорилось в ходе научно-практической конференции, состоявшейся в Сатпаев университет. Обсуждались интеграция науки и технологий, как путь к устойчивому развитию страны. Образуются консорциумы между университетами, научными организациями отдельно и отраслевыми компаниями. То есть промышленные компании, это компании, допустим, IT-компании. И участвуя в этом конкурсе, наш университет выиграл два мегагранта. Планируется построение технопарка большого, инжинирингового центра, который будет объединять как раз отрасли, то есть предприятия отраслей и вузов. Вот на нашей базе строятся два таких больших парка. Сегодня руководство Казахстана уделяет значительное внимание переформатированию научно-технологического потенциала республики. Более чем в три раза увеличился бюджет на проекты программоцелевого и грантового финансирования. Сегодня он составляет рекордные 640 миллиардов тенге. Мегапроект по созданию технопарка на площадке Сатпаев университет рассчитан на три года, а его бюджет составляет 4 миллиарда тенге. У нас в университете 6 институтов с направлениями геологии, нефтедобычи, IT-технологии, ну и далее. Это целые отрасли. И поэтому, если говорить еще в цифрах более детальнее, то можно сказать о 25 проектах по коммерциализации, которые в этом году университет вошел в разработку. Это совместная работа с отраслевыми компаниями. Новая стратегия вуза позволяет развивать темы прикладной науки, в которой сегодня очень нуждаются отраслевые предприятия. К примеру, одна из лабораторий разработала технологию очистки промышленных вод от микропластиков. Со стороны бизнеса, производства, есть очень заинтересованность. Казахстанские компании, вот, например, мы недавно были в Талгарсу, это вот Алматинская область. Сейчас предварительные мы уже обсуждали для канализационных вод, мы сейчас разрабатываем технологии для них. Сегодня также было объявлено, что при инженерном центре вуза были открыты две новые лаборатории. Молодые ученые в них будут заниматься химико-аналитическими исследованиями, а также проводить работы в области геомеханики и геотехники. В ходе конференции состоялось торжественное подписание меморандумов и встречи представителей производства со студентами. Григорий Беденко, сержант Жумабаев, Алматы, 24КЗ.